Пульс ровный Шестьдесят ударов в минуту. Драчки расширены, но внешние раздражители не реагируют. Принимаем решение об экстренной госпитализации. Ну что ты тянешь? Давай быстрее. Давай-ка стендап снимем тогда. На, держи. В нашем городе вновь зафиксирован случай обнаружения обездвиженного тела уже третий за последние сутки. Жертвы словно теряют все свои рефлексы, двигательные навыки, возможность двигаться, говорить и слышать. Напомню, с начала недели было обнаружено уже более 20 человек, которые внезапно впали в такое состояние. В городе сеется паника. Всем интересно, что же? А ну-ка, позови ко мне нашего Пинкертона. Вызывали? Заходи. Сейчас говорил с начальством. Там озабочены всеми этими случаями массовой комы и просят проверить, не криминал ли это. Настаивают на том, чтобы я это поручил тебе, как лучшему следователю нашего города. Что скажешь? Все эти происшествия мне тоже показались очень странными. Тут должен быть некий критерий, по которому преступники выбирали жертв. Сейчас же дам поручение оперативникам, чтобы навели справки. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Вот что я тебе скажу, гений криминалистики. Ты там не переусердствуй. Ну, ты же знаешь, у нас городок маленький. Преступлений почти нет. Одна потовуха, да? Раскрываемость практически стопроцентная. Ну, зачем нам портить статистику серийными преступлениями? Ну, может, оно так совпало. Ну, впало несколько человек в кому. Ну, бывает же совпадение. Не обязательно это преступление. Ну, я надеюсь, ты меня понял. Вот. А у меня уже давно готово на тебя представление. Хочу, чтоб тебя назначили моим заместителем. Меня? Заместителем? Ну, какой из меня начальник? Ну, что ты хочешь всю жизнь ковыряться в гнилых трупах и в мусорных баках, да? Ну, я смотрю на это дело по-другому. Для меня раскрывать преступление – это как разгадать сложный ребус. А трупы и мусорные баки – ну, так, мелкие сдержки, которые есть в любой профессии. Ну, действуй. Свободен. И так, вся привычка. А в-в-в-в-в-в. А-а-а... 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 Эф. А-а-а... Товарищ, вы куда? Здесь режим на объект. Я следователь. Провожу осмотр территории, прилегающей к вашему зданию. Можно мне взглянуть на запись камеры видеонаблюдения, которая около входа? Сейчас, минутку, шефу позвоню. Техника слабовата. Сколько раз просил поставить новую? Вот с этого момента. Мистика какая-то. То, что туман, понятно, раннее утро. А то, что вот свечение какое-то вокруг головы. А? Ну, мы криминалисты, в мистику не верим. У вашей камеры просто нет защиты на объективе. А это таинственное свечение, как вы выразились, всего лишь блики от света. Сами же жаловались на плохую технику. Ну да, наверное. О, здорово. Привет. Чего хотел? А, мужчина к тебе сегодня заходил, встревожен очень. Дал бумажку с номером телефона. Сейчас, бумажку с номером телефона. Просил, чтоб ты ему позвонил. Очень срочно. Спасибо. Да не за что. Алло, алло. Алло, это следователь. Вы искали меня сегодня? Да, 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 да. Срочно приходите ко мне. Адрес готов вы записать? Готов. Записываю. Улица Тупик Коммунизма, дом 3. Квартира 4. Не спутайте, пожалуйста. Это очень важно. Проверьте, пожалуйста. Квартира 4. Угу. Я следователь. Вы искали меня сегодня? Проходите, пожалуйста. Да, поаккуратнее, пожалуйста. Все после евро-ремонта. Да, если нет, след подойдет. Я научный сотрудник одной секретной военной лаборатории. Года два назад мне было поручено изобрести боевой вирус, способный обездвиживать человека и лишить его возможности мыслить. В результате можно перепрограммировать сознание человека. Можно поменять его память. Сделать, к примеру, армию врага своим. Неплохо? Ага. То есть вы считаете, что обездвиженные тела – это результат применения вашего вируса? Да я уверен в этом. Я просто уверен. Я смотрю новости. Все симптомы, простите, сходятся. Помимо памяти и сознания, вирус воздействует на участки коры головного мозга, отвечающую за эмоциональную сферу. И вызывает уже жертвы сильный страх, трепет, а иногда ужас. А-а-а! Представляете? Представляете, что пережили эти несчастные? Ага. А как работает ваш вирус? Распыляется и все. И поглощает всех существ, которые обладают разумом. А где сейчас находится образец вируса? А, чаю хотите? Простите, одну секундочку. И ничего не трогайте руками. Уйдем в туман мы все, уйдем в туман мы все. Это очень опасная штучка. Пейте, пейте, не стесняйтесь. Чай хороший, крепкий. Так вы мне не ответили, где сейчас находится формула вируса? Я-я-я-я не знаю. Год назад лабораторию закрыли, сотрудников распустили. Не знаю. Судя по тому, что происходит в городе, нам попало в руки очень недобрых людей. Они следят за мной? Они хотят моей смерти. Я прошу вас, помогите. Помогите, спасите меня. Спасите, они хотят моей смерти. Я прошу вас. Я возьму образцы почвы и кровь у пострадавших для экспертизы. Наверняка там еще остался этот вирус. Вы же пока сидите дома, никуда не выходите. Простите, мои хорошие, извините. Всего, я все понял. Всего доброго. Я продолжу. Продолжай эту ненормальную работу. Работу, а жить так, как хочется. Если бы понять, как хочется жить, и мне очень хочется жить. Работу, а жить так, как хочется жить. Работу, а жить так, как хочется жить. Работу, а жить так, как хочется жить. Ну, привет, дружок. Я узнал тебя. Ты тот самый пес, которого я видел на видеозаписи. Ну, что, сидишь, ждешь хозяина? Ничего, ничего. Потерпи немного. Скоро я раскрою тайну вируса, и твой хозяин вернется к тебе. Постой, хозяин, я же видел своими глазами, как ты шел рядом с ним. Почему вирус, почему вирус не подействовал на тебя? Ты же тоже существо разумное. Странно. Очень странно. Завтра же допрошу этого ученого. Почему он в показаниях напутал? Что ты там нашел? Знаешь, дружок, пожалуй, ты прав. Этот след – важная улика. И он принадлежит тайной секте, которая похитила вирус и применила его. Ну что, так и будешь сидеть здесь? Ты, наверное, голоден. Пойдем, хоть накормлю тебя, что ли. Пойдешь жить ко мне? Как же назвать-то тебя? Будешь Пинкертоном. Доктор, ну что вы можете сказать об этих ваших? В пациентах с подавлением двигательных функций. Первый раз сталкиваюсь с подобными случаями. Очень странно, но все жизненно важные органы, кроме головного мозга, функционируют нормально. А что с их головным мозгом? Ничего особенного, он просто пуст. Как будто кто-то подключился к нему и стер их сознание, разум, память, чувства, эмоции. Я бы сказала, что этот кто-то просто отнял у них души. Души. Давайте будем опираться только на научные данные и факты. Например, о том, что к пострадавшим был применен боевой вирус. И ваши описания симптомов подтверждают эту версию. Хорошо, что мы сразу их определили в одну палату. Не бойтесь, они не заразны. Но вирус все еще остался в их крови. Поэтому мне нужно будет взять образцы для экспертизы. Да, я отдам в распоряжение. Их лица, наверное, скорчены в страхе и ужасе. В страхе и ужасе? Отнюдь. Я бы сказала, что их лица выражают блаженство. И вы знаете, им даже нравится их это состояние. Странно. Уже вторая нестыковка. Что? А, нет. Ничего. Это я так рассуждаю вслух. Скажите, а можно взглянуть на ваших пациентов? Да, конечно. Пойдемте со мной. Это мать одного из наших пациентов. Она наша коллега. Врач-наэрофизиолог. К тому же ученая. Пишет очень важную диссертацию. Кстати, вы хотели узнать, что говорит наука по этому поводу. Вот вы можете у нее и спросить. Но я вас оставлю. У меня еще обход. Ничего. Прости меня. Прошу прощения, что вторгаюсь. Я следователь. Да, конечно. Скажите мне, как ученый, что происходит с ним? Я бы тоже хотела очень это знать. Поэтому взяла с работы самый мощный энцефалограф, постоянно наблюдая импульсы головного мозга. И что показал ваш прибор? Пока никакой активности. Я знаю о человеческих эмоциях все. Ну, или почти все. Моя диссертация посвящена закономерностям влияния транквилизаторов на психоэмоциональную сферу человека. Можно подробнее о вашей диссертации? Я изобрела новый вид транквилизатора, который полностью подавляет человеческие эмоции, при этом не угнетая мышление и память. Я слышал, как вы просите прощения у сына. В чем вы корите себя? Это долгая история. Я воспитывала его одна. Он очень любил меня. Очень нуждался в общении со мной. Но я ученый, я пишу диссертацию. И в какой-то момент наука так поглотила меня, что я перестала уделять ему внимание. И потом еще в моей жизни появился мужчина. профессор, мой научный руководитель. Я долго скрывала наш роман. Говорила, что мы только друзья. Потом он мне сделал предложение. Я согласилась. И впервые почувствовала себя такой счастливой. Сын был против. Муж настоял, чтобы я переехала к нему жить. Мы же семья, говорил он. Я спросила, а как же сын? Он же не сможет без меня. Муж сказал, что сын тоже может пожить с нами. Сын отказался и сказал, что он взрослый и вполне может пожить сам. Самостоятельно. После этого разговора он пошел домой. Очень подавленный. И по пути впал в это состояние. Я думаю, что именно наш разговор спровоцировал такую реакцию. Господи. Господи, как же я виноват пили. Не смог бы убить ничего. Итак, что мы имеем? Показания ученого. Боевой вирус. И как минимум две нестыковки. Почему собака не впала в кому вместе с хозяином? И почему лица жертв выражают блаженство, а не страх, как уверял ученый? Что у нас по этому поводу думает интернет? Стирание сознания блаженства. Пинкертон. Посмотри. Тот самый символ, который ты нашел на месте происшествия. Так. Что он означает? Книга. Через два дня коллекционер будет в России. Совсем недалеко от нашего города. Интересно. Что это за книга такая? Латынь. Универсалис менс. Вселенский разум. Эта древняя книга повествует предания о вечной борьбе идеального и материального миров. Злой и коварный вселенский разум пытается аккумулировать в себе сознание как можно большего количества людей, чтобы приобрести невиданную силу и победить материальное начало мироздания. Однако, чтобы завладеть сознанием человека, необходима добрая воля его обладателя. Чтобы получить согласие, вселенский разум использует туман вечного блаженства, который заключен в Грааль. Разум человека, словно под действием крепкого вина, помещается в туман сладострастия, отрываясь от земных забот. Так он добровольно переходит в хранилище вселенского разума. Ну и ну. Сознание людей переходит в хранилище вселенского разума под действием тумана блаженства. Мистика какая-то. Нам же с тобой нужно что? Правильно. Факты. Факты. Пинкертон, ну, зачем ты разбудил меня? Какой любопытный сон я видел. Какой любопытный сон я видел. Так, значит, пришли установочные данные на потерпевших. Ну, оперативники молодцы. Смотри, сколько материала откопали. Держи. Значит, опросили всех соседей, участковых и даже сослуживцев. Представляешь? Ну, хорошо, хорошо. Могут, когда хотят. Молодцы. Так, что у нас тут? Мужчина, 48 лет, разведен, работал хирургом в городской больнице, допустил врачебную ошибку, тяжело переживал ее, уволился с работы и начал злоупотреблять алкогольными напитками. Странно. Если он допустил врачебную ошибку, почему не был осужден? Надо бы проверить эту информацию. Женщина, 32 года, не замужем, актриса драматического театра. Играла роли второго плана. Систематически участвовала в пробах на главной роли, но неудачно. Последняя проба, главная героиня в спектакле «Чайка». А это кто у нас? Какой молодой. А, ну, это же сын этой женщины, как ее нейрофизиолога. О, сколько их тут. Что же могло связывать всех этих столь разных людей? Ну, в их жизни я вижу общее только одно. Неудача, отчаяние, боль. А позвоню-ка я этому странному ученому. Алло, слушаю. Извините, я ошибся номером. Срочная новость. Сегодня неожиданное развитие получило нашумевшие истории с таинственным обездвиживанием жителей нашего города. Наш телеканал получил видеозапись, в которой все ответственность за эти преступления берет на себя некая религиозная секта, выступающая за чистоту мыслей. Мы будем следить за развитием ситуации. А теперь к другим новостям. Я не знаю, что заказывать. Это ты мне скажи, что с оборудованием? Добрый день. Здравствуйте. А где я могу найти кого-то из руководства телеканалом? Поднимайтесь, пожалуйста, наверх. И первый поворот направо. Понятно. Спасибо. И нам с тобой нужно записать этот поворот. Полчаса назад на вашем телеканале я видел сюжет про обездвиженных жителей. Я расследую это дело, и мне нужно изъять запись. Какой сюжет? Никакого сюжета про обездвиженных жителей мы не выпускали. Я лично утверждаю план эфира, и такого не помню. Да и вообще, вы знаете, как нам и было велено, мы стараемся как можно меньше затрагивать эту тему, дабы не беспокоить наших жителей. Но как? Я сам видел сюжет. Вам прислали видеозапись, на которой всю ответственность за совершенные преступления берет на себя религиозная секта. Ну, у вас же есть какой-то эфирный план или подобный документ. Можно мне посмотреть на него? Да, конечно. Можно нам эфирный план? Угу. 14.30, 15.30. Концерт? Извините, пожалуйста, мне очень надо бежать. Так что, если я больше не могу быть вам полезна, то я, пожалуй, пойду. А моя помощница вас проводит. Неужели я схожу с ума? Нет, этого не может быть. Просто... Усталость накопилась. Да, да. Усталость. Я давно не был в отпуске. Мне пора в отпуск. Да еще не сплю толком. Какую ночь этот пес не дает мне выспаться. Я поеду домой. Посплю. Нет. Мне же надо еще заехать к ученому. Так и не поговорил с ним. Да. Поеду. Я следователь. А можно мне позвать ученого? Какого ученого? Какого ученого? Ну, мужчина такой странный. Я с ним два дня назад в этой квартире разговаривал. Молодой человек. Ни с каким мужчиной, ученым. Здесь вы разговаривать не могли. Я одна живу. И уже много лет. Уходите отсюда, пока я милицию не вызвала. Неужели опасения ученого сбылись, и его убила секта? А старушка? А старушка это, вероятно, подставная, чтобы следы скрыть. Нет, что-то тут не то. Что-то не складывается. Девочка, а кто здесь живет? Баба Оля. Баба Оля? А с кем она живет? Она одна. У нее никого нет. Ты уверена? Конечно. Мама каждый вечер к ней ходит. А вчера даже пирожки ей принесла. Такие вкусные. А ты не видела здесь буквально недавно дядю? Да вроде бы нет. Она всех боится. Понятно. Ну что ж, проходи. И двери никому не открывай. Тут пришли материалы, которые ты запрашивал. Вот. Я еще тебя начальник искал. Очень злой. А ты что такое бледное-то? Что-то случилось? Да нет, все в порядке. Ну, я пошел. Что ты сказал? Я могу идти? А, да. Иди. Ого. Пришли установочные данные на ученого. Посмотрим, что ты за птица. Я, доктор химических наук, работал в военной лаборатории Минобороны, участвовал в секретной программе разработки боевых отравляющих веществ. Положительных научных результатов получено не было, в связи с чем испытания были признаны бесперспективными, а программа закрыта. Ошибка какая-то. В 2016 году был помещен в психиатрическую лечебницу, где годом позже скончался при невыясненных обстоятельствах. Так, что у нас с экспертизой? В представленных образцах почвы вирус указанной группы не выявлен. Как? Да. Что у нас там с образцами крови? В представленных образцах крови вирус указанной группы не выявлен. Я же тебе сказал, что версия о серийных преступлениях не должна быть основной. Проверять ее нужно было поверхностно. А ты? Сколько ты потратил времени и сил на нее, а? А результат? Результат нулевой. Я видел материалы проверки. Ничего не обнаружено. Никаких вирусов, никаких сект. Нет, я тебе говорил, город у нас маленький. Этого не может быть. Начальство в бешенстве. Ежедневно требует результат. А ты столько, столько дней потратил коту под хвост. А? Ты должен был всего лишь совершить пару следственных действий и написать бумажку. Так, мол, и так. Проверку провел. Признаков преступления не обнаружено. Так ты еще назначаешь экспертизу по случаю, который вообще не имеет никакого отношения к нам. А? По поводу какого-то этого хирурга, который убил пациента. Но экспертиза показала, что он не совершал врачебную ошибку. Это значит, он не убивал? Убивал или не убивал. В этом разберутся без нас. В общем, я тебя отстраняю от этого дела. И скажи спасибо еще, если удастся избежать служебной проверки на тебя. Только за твои прошлые заслуги. Только! А то еще, может быть, придется писать рапорт по собственному желанию на пенсию. Ну, ты же знаешь. Ну, дело резонансное. На контроле. Ну, почему ты допускаешь столько ошибок, а? Ну, честное слово, ну, как новичок. Немедленно сдай мне все материалы проверки. Да ну, быстрее уже! Шалон! 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 Пинкертон. Ну, и имя у тебя. Не выговоришь, что ты тявкаешь. Уйди, гадкая псина. Надо поспать. Пинкертон, ты опять за свое? А ну, пойдем, пойдем со мной. Посиди там, подумай над своим поведением. Я поспалю хоть немного. ПРИКИ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. А можно мне поговорить с хозяином коллекции? Конечно. Вы что, ищете какую-то конкретную вещь? Вы хотите ее купить? Нет. Меня интересует книга про вселенский разум. Это же мчужина нашей коллекции. И она не продается. Между прочим, хозяин не продал ее никому ни за какие самые большие деньги. Но мне можно все-таки взглянуть на эту книгу? Посмотрите сюда. Наш шеф обожает играть в шахматы. В этой игре ему нет равных. А вы умеете играть? А? Партейку? Ну, знаете, я немного играю, но можно мне все-таки взглянуть на книгу? Да? Она хочет книгу. Здравствуйте. Здравствуйте. Эта книга мне досталась от потомка древнего Оракула. Я спас его во время землетрясения. Он рассказал мне легенду о том, что в одном древнем городе происходили очень странные события. Один за другим люди впадали в кому. Оракул спас этих людей, вывел их из темницы душ, отделив свой разум от тела, но сам ушел к злому разуму. Батомок Оракула попросил меня бережно хранить эту легенду. Но главное — сохранить учение, которое несет эта книга, чтобы донести до людей то, что в ней написано. Именно эти слова и содержат разгадку. Я вижу эти слова. Я вижу слова, которые имеют смысл. Они светятся. А вы? Вы видите это странное свечение? Они светятся. Посмотрите, строки светятся. Я даже могу прочесть, что здесь написано. Коварный вселенский разум играет судьбами людей. Его возможности безграничны. И в миллионы раз превосходят интеллект простого человека. В череде кажущихся случайными событий, люди не замечают закономерные связи. И не понимают, что все эти события были не случайны. А посланы им хитрым вселенским разумом. Не верь увиденному. Не верь услышанному. Не верь фактам. Многое из этого всего лишь иллюзия в играх разума. Доверься своему внутреннему голосу. Он укажет тебе путь к истине. Так вот она, первая разгадка к тайне обездвиженных тел. Вы о чем? Сумасшедший ученый. Вирус. Секта. Все это лишь... Зловещие игры разума. Что? Пинкертон. Моя злость на Пинкертона. Это тоже происки вселенского разума. Боже, как же я был несправедлив к нему. Нет. Старик потомок Оракула предупредил меня, что однажды ко мне придет человек, который прочтет эти строки. И я должен буду отдать ему эту книгу. Забирай, она твоя. Спасибо. Спасибо. Может быть, партия и в шахматы? Нет, к сожалению. У меня сейчас совсем нет времени. Мне нужно бежать. Спасибо. 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 Смерть, нелепая и ироничная, по воле злого Рока ждет того, кто осмелится бросить вызов вселенскому разуму. Спасется лишь тот, кто не подастся на его хитрые уловки, кто сохранит спокойствие и самообладание. Только он сможет переплыть сквозь стремительное течение реки событий и не утонет в нем. Что означают эти слова? Посмотрим, может, на другой странице есть разгадка. Пинкертон? Пинкертон, ты здесь? Ты вернулся! Пинкертон! Коллега! Ты где? Господи, метель-то какая! Пинкертон! 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 Винкертон! Пива! Винкертон! Винкертон! Вы сторож, да? Ох ты! К вам не поступала собака такая, черная, с белым? Да, да, помню. Что? Вчера приводили, шанс талалуток по улице. Ой, как хорошо. А где она сейчас? Так она вчера и померла, бедолага. Как померла? Отчего померла? Отчего, отчего? Отчего они все помирают? От человеческой глупости? И предательствах? Отчего, 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 отчего. Отчего, отчего 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 И пойдет, праведник, по пути ложному, принимая его за истину. И не поможет он взывающим о помощи. И предаст он самого верного друга. И станет праведник палачом самому себе. И примет он за все содеянное, единственное справедливое наказание – смерть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но если я убью себя, это же и будет та самая нелепая смерть по воле злого Рока, которую не спасал мне разум. Не будет по-твоему. Я заберу у тебя все, что ты отнял у людей. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, всех жертв вселенского разума объединяло глубокое отчаяние. Эти люди разочаровались во всем. Злой разум воспользовался этим и поместил их в состояние вечного блаженства. Но ведь Оракул уже спасал людей. Как ему это удавалось? Что может заставить человека выйти из состояния блаженства? Увлечение, азарт, любовь, привязанность. Но к чему? К родным? К работе? Да даже к собаке. Главное, чтобы это было сильное чувство. Чтобы они поняли, что их любят. И что все у них получится. Нужно, чтобы они обрели веру. Помните, вы говорили мне, что изобрели транквилизатор, который блокирует чувства? Скажите, он уже существует? Он существует. Вам интересно? Было бы очень интересно посмотреть. Тут опытные образцы препарата. Результат моей многолетней работы. Но, правда, она еще не завершена. Препарат, к сожалению, имеет неустойчивую молекулярную структуру, которая быстро распадается в крови. Вследствие чего действие препарата очень и очень краткосрочно. Но я работаю над тем, чтобы продлить время распада. А насколько краткосрочно? Ну, я не знаю. Препарат еще не прошел испытание. Применять его на людях запрещено. Но, судя по исследованиям на мышах, для человека этот период времени может составлять не более трех минут. Странно. А почему вы интересуетесь моим препаратом? Понимаете, с его помощью я хочу вывести вашего сына из этого состояния. Вам всего лишь будет необходимо, когда я засну, вводить мне в кровь каждые три минуты необходимые дозы вашего препарата. Вы бредите? Нет, ну, по-моему, вам нужен совершенно другой препарат. Нет, у меня, конечно, простите, но, по-моему, у вас шизофрения. И мой препарат ее не лечит. Нет, я могу, конечно, вам посоветовать одну мою коллегу, которая специализируется на таких, как вы, страдающих расстройством личности. Я понял. Вы считаете, что я сумасшедший? Горли пересохло от ваших слов. Можно мне стакан воды? Нужно. Ничего, ты еще поверишь мне, когда я вытащу твоего сына. Зоня, давай. Зоня, давай. Продолжение следует... 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 юноша. Что же делать? И разгадает разум намерение праведника, и не пустит его во врата темницы человеческих сознаний, и войдет праведник во врата другие, и отделит он для этого свой разум от тела. Отделит разум от тела. Но как? Я же не обладаю древней техникой остановки сердца. Последний, кто владел этой техникой, был Оракул. Временная остановка сердца. Так. Клиническая смерть. Ну, потому что я должна нарушить обязательства. Ну, можно сказать, по семейным обстоятельствам. С вашего позволения я присяду? Да вы уже присели. Слушайте, какая наглость, а? Вы подлым образом украли у меня опытные образцы транквилизатора. И после этого смеете заявляться снова? Зачем на сей раз? Украсть очередную дозу? Я понимаю, как вам трудно будет в это поверить. Но вчера ночью я разговаривал с вашим сыном. Возвращаться он отказался. Но если вы поможете, у нас есть еще один шанс. Да какой шанс? Какой шанс? Вы вообще о чем говорите? Ну, вам надо будет всего лишь ввести меня в состояние клинической смерти. Чтобы я поговорил с ним. А через пять минут выведите меня из этого состояния. Господи, я не понимаю. Вы себя слышите, нет? Послушайте, ну вы опять бредите. У вас очередной приступ шизофрении. Я вас прошу, оставьте меня, пожалуйста, в покое. Я вас очень прошу. У меня горе, вы понимаете, нет? Я лишилась сына. Но ваш сын, он мне вчера сказал, что... Так, пожалуйста, покиньте мой кабинет. Ну, покиньте мой кабинет, пожалуйста. Вон отсюда! Я уйду. Только знайте. Ваш сын вчера сказал мне правду. Да какую, елки, правду? Какую правду? Это не он не захотел жить с вами. Это ваш муж был против. А вы стояли в другой комнате и не посмели вмешаться. Так боялись потерять мужа. Вы предали вашего сына. Поэтому парень не захотел вернуться. А сейчас вы предаете его еще раз. Отказываясь помочь мне. Ну уж, да ладно. Вам жить с этим дальше. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Постойте! Я согласна. Я согласна. Что я должна делать? Вы введете мне препарат, останавливающий сердце. А через пять минут запустите его снова. Ну, подождите, я не смогу этого сделать. Ну, как же так я, я... Как же это я смогу? Своими собственными руками я же не смогу убить. Человека. Я же не смогу. Но, в конце концов, вы хотите вернуть вашего сына? Хочу. Вот вам адрес. Сегодня же ночью возьмите все необходимое и приходите ко мне. Я буду вас ждать. Хорошо. Туман. Ту, отцу, осел. Ну, вот. Все готово. Вы уверены, что поступаете правильно. Потому что, если вы ошибаетесь, то я не только не спасу сына, но я, возможно, и стану убийцей. Я не сумасшедший, как вы думаете. Я никогда бы не пошел на это, если бы не был уверен. Пообещайте мне, пожалуйста, что вы вернетесь. Я вернусь. Я обещаю. Сколько времени у нас будет? Три. Максимум четыре минуты. Я читал, что если снизить температуру тела, то пять-шесть минут. Это правда? Да. Но не в холодильник же нам вас помещать. Ну, откройте дверь, пусть комната охладится. Ты остановишь время во вселенской пустоте. Из-за горизонта Бог исчезнешь в высоте. Я вернусь к истокам, если к небу призовешь. У кого узнать мне, куда в этот раз уйдешь? Актриса. Ты же актриса. Отойдите от меня. Я вообще не люблю, когда незнакомцы вторгаются в мое личное пространство. Актриса. Ну, что ты здесь делаешь? Твое место там. Театр. Роли. Нет, зачем? У меня есть здесь все. А что там? Что ждет меня там? Вот эти бесконечные кастинги? Вечные роли героинь-любовниц? Пьяные мужчины, нет. Мне по душе высокие материи, а не бренный мир приземленных образов. А как же чайка? Ты же хотела сыграть эту роль. Это твоя роль. Ты чайка. Вы и вправду так думаете? У тебя получится. У тебя обязательно получится. Попробуй. Сыграй. Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Я так утомилась. Отдохнуть бы. Отдохнуть. Я чайка. Нет, нет, не то. Я актриса. И когда я думаю о своем призвании, то я не боюсь жизни. Браво! Браво! Я... Я хочу сыграть чайку. Я готова вернуться. Скажите, что мне надо для этого сделать? Пойдемте. Вон туда. Я чайка. Я пошла. Я обязательно приглашу вас на премьеру. Хирург. Я знаю. У вас прямо на операционном столе умер пациент. И вы вините себя в его смерти. Вы сказали, умер. А он не умер. Это я убил его. Это я не вел ему нужный препарат. Я следователь. Я назначил экспертизу. Она показала, что даже если бы вы ввели этот препарат, это ничего бы не изменил. Пациент умер от аллергической реакции на наркоз. К сожалению, такое бывает. И вы ничем не смогли бы ему помочь. Возвращайтесь домой. Вас там ждет ваш верный пес. Он очень скучает. Нет, он не ждет и не скучает. Он ненавидит меня. Он лает и рычит. Лает и рычит. Но был, наверное, повод. Право, повод был. Когда случилась эта трагедия, то моя жизнь закончилась. я ушел в глубокий забой. Слышал злоба. Все свои мельные я помещал на нем. Знаете, я бы все отдал, чтобы погладить его, потрепать за полку. Вам нужно просто набраться храбрости и ступить вон в ту дверь. набраться храбрости. Набраться. о боже, ты? Ты здесь? Как же я не предвидел этого? Разум переиграл меня. Приди в себя, приди же в себя, очнись! Мой сынок больше не хочет видеть меня. Я ему не нужна. Я столько лет искала формулу сверхтранквилизатора, чтобы все люди на Земле были счастливы. А счастье оказывается вот где, оно здесь. И без всяких транквилизаторов. Опять ты? Парень, пойдем, пойдем. Твоя мама здесь, пойдем! Сыночек! Сыночек мой, прости меня. Мама, мамочка, что ты здесь делаешь? Возвращайся домой. Я без тебя никуда не пойду. Пойдем вместе домой. Ты моя семья. Мне больше никто не нужен. РGER АМЦТИМУЮЩИЯ ТЕ ЛОДКОН! ЕАМ КАРАГАЙКЕ БЮМЮЩА Мама! Мамочка, ты где? Рана. Рана еще, господи. Люди. Послушайте, люди. Выслушайте же меня. Я знаю, что произошло с вами в том жестоком и несправедливом мире. Вы столкнулись с разочарованием и предательством. Испытали нестерпимую боль и обиду. Были глубоко несчастны и одиноки. Поэтому ушли в туман, плотной пеленой безразличия и надменности. Он отгородил вас от суеты, житейских проблем и неурядиц. Вам кажется, вы наконец обрели счастье и покой. Это лишь иллюзия. Истинное счастье осталось там, с вашими обездвиженными телами. Вы же сами погрузили себя в пустоту и мрак безысходности. Если вы останетесь здесь, то больше никогда не увидите ваших родных и близких. Не сможете сказать им, как вы любите их. Не услышите того же в ответ. Вы больше никогда не испытаете то несравненное чувство преодоления и радости побед. Не прикоснетесь к прекрасному и совершенному. Люди, уходите отсюда. Не бойтесь прожить свою жизнь. Никто не сделает это за вас. Каким бы трудным не был ваш жизненный путь, пройдите его с гордостью и достоинством. Я понял. Ты и есть тот самый Оракул, который в древности помогал жертвам вернуться. И которого разум все же уговорил остаться с ним. Да, это я. Тот самый Оракул. Именно я помогал тебе передвигать фигуры в шахматной партии. Ты удивлен, но ты удивил меня не меньше. Знаешь, ты ловко уклонился от трех шахов подряд. И теперь ты думаешь, что тебе удалось свести этот матч в ничью? Ты действительно в это поверил? Что ж, может и так. Ведь ты один из нас, как и я. Избранный. Ты вошел в наш круг. С нами ты обретешь немыслимую власть. Теперь ты тоже сможешь играть судьбами людей. С лёгким движением руки ты будешь поднимать на пьедестал удачи или опускать любого из смертных на самое дно общаяния. И... Но мы идем же с нами. Идем. 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 Нет. Я не хочу играть судьбами людей. Но смелее же. Нет. Да? Нет. Ты думаешь, я не видел, сколько раз ты делал это? Сегодня я наблюдал, как ты умело манипулировал разумными людей. Ты знаешь, мне понравилось, как ловко ты обманул доктора, сказав, что его собака жива. И актрису. Да-да, актрису, которая никогда не получит главную роль. Ты используешь материнские чувства женщины, чтобы ей манипулировать. Ты хладнокровно манипулируешь людьми, когда это нужно для торжества закона, когда это необходимо для расследования. Ты легко это делаешь. И ты будешь продолжать так делать. Потому что в этом твоя сущность. Потому что ты таков. Потому что таково твое ремесло. В отличие от вас, я делал это ради высшей цели. Ради добра и справедливости. Но даже тогда, когда я манипулировал людьми и нарушал закон, я не шел на сделку со своей совестью. Совесть. Совесть. Ты мелкая сошка. Ян, ты себя возомнил. Их тожество. Ты просто предал этих людей, чтобы удовлетворить твои манипулирующиеся. Но чего ты добился? Обманув людей. Обманув. Совесть. 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 Я давал клятву. И я не нарушу ее. Это не мой мир. Я не вижу себя в нем. Подумай сам. Что ждет тебя за этой дверью? Твоя работа? Ее больше нет, и она не сможет принести тебе утешение. Ведь сегодня ты раскрыл самое тяжкое преступление в своей жизни. У тебя не осталось больше ни одного друга. Это конец. Финкертон был твоим лучшим другом? Так ведь это ты же его и убил. Только ты. И никто другой. Мой друг, у тебя не осталось ни одной ниточки. Очнись, просыпайся, миленький. Очнись! Очнись! Ну ты же мне обещала. Ну ты же обещала. Только жени, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Господи мой. Ты не прав. Остались еще ниточки. Ой. Ой, ты-то как... Ты-то как здесь оказался. Пинкертон? Ты жив? Ну как? Это все были игры разума. Ой, господи, слава богу. Слава богу, все закончилось. Господи, как же я испугалась о вас. Я же обещал вам вернуться. Да. Вы настоящий следователь. Ну, я побегу к больницу. К сыну. Он хороший мальчик. Не обижайте его больше. Обещаю. Хочешь домой к хозяину? Конечно, он твой хозяин. А я кто? Так. Случайный попутчик. Ну что ж, иди. К Пинкертон, ты решил вернуться? Пинкертон, ты мой хороший, хороший Пинкертон. Да, так и должно быть, сбылось пророчество Оракула. Что скрывает белый туман, радость или печаль Так медленно сводят с ума, а мы в поисках, где заветный причал Мысли переплетены, где же истина? Ночь по кровам ледяным, будто лжистина Снова это боль, депрессия согнала в тупик, не дает одолеть себя Что таят в себе символы, глядя на них даже песовые Молча на языке жестов сладкий сон Вечное блаженство на грани жизни и смерти Что за сила судьбами вертит? Тихо шепчет, нагоняя страха Кто же ты, всемогущий Оракул? Дай понять, что за секрет Стоит в себе Внутри сладкий туман Манит так И просит идти за ним В тот мир, где правит обман Лабиринты теней обратно Вряд ли дорогу найду Игры вселенского разума И город потерянных душ Постучать в ту заветную дверь Что вернет тебя к жизни обратно Как по тонкому лезвию Ты не знаешь, был ли рис, кто-то правда Секунды текут Отдаляется разум от тела Мутный оттенок сюжета Понять не дает, что туман этот сделал Линия пульса Торопит скорее Остановить это шоу, взорвать капюшон Чтобы каждый заблудший к реальному миру Дорогу нашел Дай понять, что за секрет Стоит в себе Внутри сладкий туман Манит так И просит идти за ним В тот мир, где правит обман Где правит обман Где правит обман Внутри сладкий туман Внутри сладкий туман Внутри сладкий туман Внутри сладкий туман